привет так вижу что вы начали подключаться сегодня воскресенье прошло воскресенье мы пропустили потому что сорвалось прямой эфир поэтому собственно пропустили но мы снова с я михаил мордасов ведущий прямых эфиров every day russia и сегодня мы поговорим с художником арсением нисходимого ему 38 или 39 лет не помню сколько я его очень хорошо знаю он мой старый друг я посмотрю он уже здесь или нет его еще нет почему-то так арсений куда-то пропал давай быстрее подключайся вообще напишите сейчас пока арсения мы ждем как вам наши прямые эфиры интересно не сердечки или пальчики вниз поставьте а то мы делаем дело мы не знаем как вам вообще все это дело слышно вообще что я говорю или нет а то не вижу никакой реакции так вот я вижу первое сердечко арсений подключился сейчас я его добавлю добавляется о ты в украине вот вот я тоже этого боялся привет арсений привет привет блин сильно вылетает у меня башка а ты потому что в черном нет не поэтому я да да поэтому поэтому слушай если я сниму сейчас майку давай снимай снимай и перестанет вылетать башка да видишь сразу же работает расскажи где ты сейчас вообще находишься ты арсений вообще живет в москве но я знаю что он куда-то уехал я питере сейчас в питере ой прекрасный город культурная столица не говорим я тебя немножко я тебя немножко представила и я немножко хочу еще рассказать историю как я с арсением вообще познакомился это было давно лет 10 назад в сочи мы с ним снимали какой-то странный гонку на выживание которая длилась два дня и мы с ним так сблизились что в итоге мы ночевали в одной палатке с одной прекрасной девушкой как потом выяснилось девушка была замужем а парень в итоге ночевал где-то просто под открытым небом на трассике вот с тех пор я арсения знаю не знаю арсений ты забыл об этом нет я каждый день об этом вспоминаю отлично я тоже и тогда арсений снимала для русского репортера репортаж а теперь арсений репортажи может быть снимает или нет но в основном он снимает автопортреты то есть он перешел и метнулся из лагеря репортажников лагерь художников что тебя вообще не устроило в журналистике арсений ну во первых я конечно хотел сказать что вообще история там по поводу художников там или журнале фотограф и художники мне очень как бы довольно странное это различие ты мог бы сказать точнее кто-то имеешь ввиду под художником ну вот начинается как ты как ты делаешь это как бы отличие между например фотографом и художник ну давай я скажу потом ты скажешь ну давай хорошо да нам но интересно что что мы думаем мне кажется журналисты это те люди которые просто видят реальность и ее фиксируют если они пытаются фиксировать реальность художники может быть тоже фиксируют реальность да но они фиксируют не просто напрямую да они скорее интерпретируют реальность вот мне кажется это главное отличие то есть журналист по твоему он никак не интерпретирует он всего лишь документирует и никак не дополняет какую-то там не ну можно дополнять но это все равно скорее документ документация больше ну да вполне вполне хорошо ты свою точку зрения скажи слушай я честно говоря мне честно очень не нравится слово художник артист да вот многие начали называть себя вижу артист и я подумал может быть тоже начать потому что это такая более что ли это расплывчатая не совсем определенное что это такое потому что в нашем пример языке артист у нас есть актер да например а у них есть актер есть артист в русском языке артист больше нравится потому что артист это какой-то такой специальный человек который может быть фокусником мошенником он может быть кем угодно то есть это человек который достаточно неопределенная сфера деятельности и он может быть кем угодно поэтому а художник для меня это такой знаешь старый дед весь измазанный в краске с бородой у него есть свой музей ну и так далее вот это вот как бы я мог бы называться художником арсений художник это если там есть то фонд арсения фонд имени морщине нисходимого то есть ну то есть и у меня там здание там по соседству с перетели здание стоит ну и так далее вот это уже как бы дожди когда ты сейчас придумываешь или рассказываешь то что уже есть нет нет пока еще нет но мы надо этим работаем мы надо этим работаем вот по поводу художника на самом деле это знаешь ты говоришь как там переметнулся и журналиста там художники то есть я точно себя не называю художником и мне страшно не нравится когда кто-то меня так называет там родители но то есть они любят это слово но на самом деле если говорить про двадцатый век да например то есть художником может называть себя абсолютно каждый то есть если например человек однажды приносит унитаз в музей сетки с этих пор любая акция которую ты можешь назвать художественным или любой объект ты можешь назвать произведением искусства но то есть например если с в случае с унитазом он становится предметом искусства только после того как он оказывается в музее то и в принципе эта практика может распространяться до до бесконечности то есть даже если ты не хочешь сотрудничать с музеями с институциями ты просто можешь сидеть дома ничего не делать и называть себя художником ты просто можешь всю свою жизнь объявить произведением искусства например я ничего не делаю это мой артист стейтмент так расскажи мне пожалуйста на вопрос то и не ответил как так получилось что ты лицо можно могут люди подумать что у меня какой-то фильтр стоит сглаживающий расскажи да ну журналистика ну то есть она же разная бывает совершенно то есть нельзя всех например уравнять под одно как по журналистика то есть я например там если говорить про новостную фотографию когда ты там бегаешь снимаешь сначала пресс-конференцию потом бежишь на какие-то едешь военную точку там или еще что-нибудь и так далее это как бы другая совершенно история то есть ты сделаешь то что тебе скажут ты в принципе не может быть и даже не столько отбираешь и у тебя есть какие-то деньги но то есть какой-то оклад допустим ты наверно не стрингер да не фрилансер а сидишь за штатные деньги и ты обеспечен работой и никто не просит от тебя твоего авторского видения то есть должно быть резко должно быть там что еще экспозицию ты должен попасть в экспозицию и никаких там например какая-то очень стандартная композиция и так далее то есть нужно ты вроде такой фотографии никогда не занимался вообще ну почему я например работал и в это артасе если да ладно да и я был штатным фотографом в независимой газете время новостей что-то еще вау да и после этого я подумал о боже я больше не могу и потом как бы русский репортер на самом деле что знаешь больше раздражает вот документальные фотографии ну там какой-то assignment да у тебя ну кроме там например каких-то своих персональных проектов это то что ты наверное самое как бы большое различие между там журналистикой или документальным подходом то что ты ничего не контролируешь то есть это меня страшно раздражает и и раздражал то есть это может и сейчас раздражать когда у меня появляются какие-то коммерческие заказы сам в основном я снимаю портреты для журналов или для корпоративных заказчиков тоже что-то может не сложиться но то есть в целом ты пытаешься всю съемку спланировать чтобы не было никаких неожиданностей а в документальной репортажной фотографии ты знаешь там тебе нужно снять какую-нибудь акцию там я не знаю аппарат или еще что-нибудь и свет в этот день полное говно но ты ничего не можешь с этим поделать правильно там или там люди не пришли или еще что-нибудь то есть и ты зависишь от тысячи каких-то ситуаций на которые не можешь никак повлиять нет а ты любишь контролировать да 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 и когда у тебя плохой результат получается если у тебя плохая фотография ты всегда думаешь ты всегда пытаешься извиниться тем что ой у меня плохая фотография потому что видите ли там не какой-нибудь не накрашенная 9 блин как знакома слушай да или у тебя такая плохая фотография потому что знаете вот офис там я нигде не пришлось снимать это полное говно это маленький офис там было не убрано и вообще там свет конченый то есть ты всегда думаешь тысячи условностей почему например слушай это прям вот ты рассказываешь мою историю взаимоотношения с андреем поликановым он мне давал всего лишь три вроде бы или четыре саймонта и все были какие-то провальные потому что все шло как хреново вот не знаю просто какой-то злой рок андрей поликанов офигенный фоторедактор с которым всегда хочется работать и всегда все мы заказы которые мне давали всегда что 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 шло не так все остальные нормально а вот именно для него почему-то что все не так я тебя понимаю не нравится в этом например то есть когда ты работаешь над своими проектами или делаешь там например это журналистка или там заказа то есть действительно есть такой момент это случая то есть и если у тебя его нет то ты всегда можешь например блин мне просто не везет с этим там например фоторедактором или с тем или иным изданием журналом то есть и это как бы действительно но в принципе почему мне еще не нравится документальная фотография ну как бы не документальная фотография давай назовем ее street фотографии что ли да например что такое художественная фотография и документальный 3 лет где разница ну то есть я мне больше удобнее она пользоваться советской этимологий то что бы есть если художественная фотография это постановочная фотография документальная фотография или там сейчас street аграть и раньше это было жанровая фотография это не постановочная вот и все то есть например если у карте борисона это 10 сif момент ок называемая есть решающий момент то вот это как раз таки решающий момент это то что мне страшно не нравится то есть ты абсолютно полностью зависишь от случая то есть тебе может повезти или может не повезти то есть и это какая-то такая знаешь магия то есть ты можешь этот контролировать процесс если ты сделал то что как бы не существовало ты не просто нашел фотографию или не просто она там случайно у тебя нажался там фотоаппарат там в кармане там и ох шедевр но ты ничего для этого не сделал слушайте кому еще не нравится решающий момент поставьте пальчики вверх мы понимали сколько у нас еще художников слушай если я правильно понял то ты с самого начала был артист но почему-то тебя занесло в журналистику ну тебе всегда тебе всегда не нравилось решающий момент тебе хотелось все контролировать это не журналистика совсем мистер и всегда все не нравилось вот это вот по поводу решающего момента нет я не против был мне на самом деле у нас три фотографии то есть честно говоря то есть первое что на меня произвело впечатление ну или там послужило первым толчком почему я захотел стать фотографом это был фильм невыносимая легкость бытия где ну знаешь по кундере и там девушка я смотрел я читал книжку но нет фильм не смотрел даже лет биноч она там бегает с фотоаппаратом и снимает как танки входят господи рожеская весна красиво можно идти в общем я подумал как это здорово ты снимаешь танки ты ты в каких-то в центре событий как это просто ну это мне показалось бы страшное романтично страшно интересно я хотел что-нибудь такое знаешь быть в центре событий побывал в цепи ну бывал и мне не понравилось действительно когда-то жарко я подумал нет это точно не моё я слишком боюсь я не такой храбрый человек поэтому я решил что однажды я был в какой-то такой передряге и подумал о нет это точно не слушай а был ли какой-то момент чтобы вот щелкнуло что вот блин я не по тому пути иду я не хочу получать ассайменты от журналов да там я хочу придумывать все и контролировать я хочу получать ассайменты от журналов как ты еще будешь делать ну все хотят не получать ассайменты от журналов и жить просто продавая там я не знаю свои банты там и так далее ну это получается очень редко а в основном для этого чтобы это случилось существует определенные там какие-то временные такие рамки то есть мы все знают что например художник начинает продаваться после где-то 50-60 лет то есть у него должна быть история у него должны быть послужной список выставки и так далее только после этого начинает цена расти то есть ты планируешь дожить до 60 лет да ну я хотел бы конечно иначе мне придется продавать там свои пункты там за три с половиной тысячи рублей там или еще что-нибудь ну то есть какие-то смешные деньги то есть ты не можешь просить бешеные деньги за свои как бы работы пока они не обросли так называемый как это называется слово когда ну то есть истории какой то да то есть нет если например ты подает продаешь какую-то фотографию да например то есть если у нее есть история я честно говоря ссори вылетела это из головы то есть это как бы где она была каких коллекциях она была в каких музеях и так далее только после этого она может иметь какую-то стоимость до этих пор это всего лишь принт который можно на самом деле тиражировать бесконечно не ну разумеется ты можешь конечно сказать что все это один из пяти или там один из трех и никогда дальше не пойти но на самом деле как говорил беньямин мы когда на самом деле цена фотографии она слышим она не может стоить дорого потому что у тебя ты же не уничтожаешь слайд а теперь ты же не уничтожает цифровой файл поэтому ты можешь бесконечно его обечатать многие так и делают сначала ты продаешь там коллега тираж 30 на 40 потом ты продаешь тираж 30 35 на 45 50 на 60 это можешь до бесконечности просто знаешь как бы одну фотографию продавать растений блин как-то с тобой и интересно беседовать но ни один вопрос не отвечаешь ты говорил какой там щелчок то у меня был да не помню я не помню . и на самом деле то есть ты же идешь ты же делаешь это как бы изо дня в день и ты каждый раз сомневаешься например то что например такой художник там или там журналист журналист наверное это здорово быть журналистом там у меня есть знакомые которые работают у них очень хорошая зарплата можно только позавидовать они там снимают пресс-конференции там футбол там и так далее их там носят по различным то есть ну они у них есть абсолютная уверенность завтрашнего дня то есть это здорово вот художник ты всегда сомневаешься хорошо ли то что ты делаешь может быть это полное говно или еще что кому это надо ну и так далее то есть и сомневаешься каждый день и так далее не а конечно может быть есть такие как бы люди и я наверно я просто не из их числа которые абсолютно в себе уверены я суп я художник который заявляет я я художник все что я делаю это просто супер каждая фотография там произведение искусства и так далее но может быть это такое просто может быть они так говорят на самом деле они очень в это верят и но я сомневаюсь каждый день поэтому и каждый раз мы поняли тебе все не нравится тебе все не нравится это да если я делал там фотографии позавчера это уже как бы я думаю о боже это ерунда расскажи вообще если сможешь конечно этот вопрос ответить как когда был журналист там и когда ты стал артист стал ли ты больше сидеть или меньше сразу давайте больше зарабатывать может быть слушать что-то происходит я ты начал плакать и не знаю то ли у меня с интернетом да давай еще раз расскажи как поменялась твоя жизнь когда ты перешел из журналистики в артист ну ладно никак не поменялось блин я не делаю вот этой границы то есть ее не существует она не была там я вчера там проснулся например и решил о я же артист понимаешь все теперь я как бы ни с кем не буду сотрудничать все как бы у меня совершенно другой статус ты точно так же работаешь с теми же самыми клиентами просто ты пытаешься сделать выстроить какую-то свою стратегию ну то есть какое-то свое высказывание она не обязательно может быть в одной серии в одной фотографии то есть это может идти одна фотография цепляться за другую и так далее ты можешь к этому высказыванию может быть ты никогда к нему не придешь может быть тебе вообще ничего сказать да например но ты как бы пытаешься работать над этим своим каким-то месседжем она может заключаться в серии снимков там не в одной серии а там десяти серии там или еще что-нибудь то есть как бы и тот самый момент когда я например там проснулся скажу ну все больше можно ничего не делать там я сложившийся что называется художник не знаю ну только тогда когда там будет уже музей как я тебе рассказывал в начале нашей беседы но и наверно тогда можно расслабиться в целом ты как бы постоянно работаешь над над собой но и как бы думаешь над этой собственной своей самоидентичностью как сейчас называют модно там визуальной идентичностью я вот недавно прочитал что я не в курсе был что оказывается до сих пор снимается про кота матроскина фильм мультик ну знаешь вот и вот последняя серия у кота матроскина там пропали полоски потому что он там случайно воспользовался каким-то там шампунем которые стирают всякие цвета вот и и он потерял свою самоидентичность понимаешь со всеми это бывает он не знал теперь как то он матроскин там или там какой-то не там не знаю винни пух там кролик и так далее то есть как бы у человека это может происходить наверное каждый день может завтра я решил то что ты вообще не фотограф то есть ты можешь и что например тебе ну тебе тесно допустим однажды стала работать в медиуме фотографии и ты или захотел делать какие-то инсталляции или там работать со словами с текстами или еще что-нибудь может быть вполне такое но как я думаю например что мне в принципе каждый раз хочется чтобы все наверно скорее все больше и больше я хочу сделать чтобы фотография была все меньше и меньше было похоже на фотографию то есть наверное я как бы прихожу знаешь к такому совершенно консервативному там пикториальному значению фотографии которая она похожа больше на живописное полотно другу или еще что-то такое на может быть абстракцию и так далее но это не слушайте какие-то там люди как-то пришел к автопортретом я пришел к автопортретом даже у меня была студия мы с нажимой был большой ну там это под но продакшн то есть какая-то там одежда и мы снимали там это локбуки постоянно и каталожку там в общем это был такой как-то значит ежедневный вот и я начал думал ну надо как-то что-то в этой студии делать и у меня не было ни одного нормального портрета нам просто чтобы там для аватарки там или еще что-нибудь и я сделал там один сделал 2 ну как бы тянулся и начал как-то образцать сначала это была очень игровая история такая стилизованная ну то есть больше знаешь было про больше было про стайлинг наверное больше за какой-то омаж пастишь каким-то живописным произведением или такая очень четкий референс очень поверхностный то есть мне это нравилось сделать все очень видным то есть не скрывать свои цитаты они были всегда очень оставались на на виду вот точно вот с этого это и началось и на самом деле самое обидное то что я вот сколько вот начал делать дело 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 портреты ты меня сейчас спросила арсений а если у тебя хоть одна фотография ну там чтобы ты там какую-то анонс делал я думаю блин у меня до сих пор нет ни одной фотографии просто нормальные фотографии как на паспорт да ты опять прислал какую-то фигню черную на самом деле опять черная фигня опять парадный портрет ну как бы есть такая как бы история что мне нравится парадный портрет мне нравится этот драматичный свет и так далее то есть да вот опять не слушай я на самом деле шучу потому что я нас очень восхищен твоей работой то есть я каждый раз смотрю когда вижу в ленте в фейсбуке или инстаграма думать это охренеть ну блин как как он это делает так как у как у тебя мозги вообще но могут додуматься до этого скажи ты ну где-то учился этому или тебе кто-то вправил мозги для меня абсолютно вот тот арсений которого я знал раньше и тот арсений который сейчас делает автопортреты ну как будто вообще два разных арсения ну слушай никто не справлял мозги ну не знаю но вот это потихоньку потихоньку как бы ты сначала делаешь автопортретные истории которые мне нравятся больше вот на самом деле там где нет автопортретов где более что ли объективный взгляд эти истории мне до сих пор например нравятся потому что а вот там где автопортреты ну где-то я перебрал да например какие-то истории там которые я делал там два-три года там у нас нет перебрал чего вес или что но перебрал там может быть со стайлингом со светом может быть как-то более мы слишком манерно слишком слишком просто ну и так далее а вот там где например какой-то ему не знаешь такой как бы прямая фотография так называемая скучная фотография там где-то я снимал пейзажи они мне до сих пор нравится потому что это мог снять любой другой то есть это мог снять компьютер или там камера то есть мне нравится тогда тебе вообще абсолютно нет художника нет автора то есть это такая чистая объективность но это как бы другой подход я как бы я думаю если есть google карты там и так далее или камеры наблюдения зачем вообще нужен фотограф ты просто делаешь скриншоты и здесь уже как бы такая другая работа скорее с выбором а не с от не работа фотографа который там думает на 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 драктусами над светом ну и над такими вещами тебя не смешно мне кажется ты немножко юлиш украинский 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 да нормально нормально мы уже привыкли мне кажется немножко юлиш ты же вроде бы ездил в италию или еще куда-то учиться не я не доехал до италии они мне перенесли не доехал что все случилось но не принесли мне магистратуру на осень и я подумал я наверно я вернулся в москву я так и просто то время я уже уехал в египет для того чтобы например оттуда уехать в италию то есть после того пять месяцев египте я подумал я уже не могу там прожить еще пять месяцев мне надо было возвращаться в москву ну там пара какие-то медицинские причины вот и и после этого я уже не собрался у меня была просрочена виза надо было все делать заново и так далее то есть мне в страшном сети не понравились итальянские дела но это италия блин это как бы с ними всегда кто больше зарабатывает арсений художник или арсений журналист просто арсений фотограф давай как бы арсений фотограф арсений коммерческий фотограф зарабатывает больше чем арсений художник Ну, у тебя же был, как минимум, по крайней мере, то, что я видел, один коммерческий заказ, где ты выступил как художник для пылесосов, вроде бы, Diamond или каких-то там таких вот. Ну, это все-таки, наверное, коммерческий заказ, но я бы не назвал его там художником. Хотя у меня были какие-то... Ну, блин, он очень красивый. Ну, слушай, ну да, в таком случае, наверное, но это же разовая история, да, например, она же не может повторяться каждый день. То есть в итоге, если говорить, считать бюджет заработанных Арсением денег за год, то Арсений коммерческий там фотограф, там парадный фотограф, там фотограф бизнес-портрета там или еще что-нибудь зарабатывает больше, чем автопортретист, допустим. Я не понимаю, почему. Ты вот... Меня слышно, интересно? Да, слушай, что-то у меня с интернетом возможно. Сейчас, подожди-ка, я поменяю сеть. Я себя до сих пор вижу. Да, я сейчас поменяю сеть и вернусь. Ты пока говори, а я поменяю сеть. Давай, давай, я говорю. Ну, хоть кто-нибудь бы задал мне вопрос. О, ты появился, потому что никто не задавал мне вопрос. Да вообще... Я же публике просто хотел... Все просто смотрят. Простой вопрос. Сочи – это Кристианодарский край или какой? Ну ладно, пускай подумают, не буду отвечать. То есть это был твой один заказ такой, где ты воплотил себя как артист? Не, ну слушай, смотри, есть такой еще журнал «Бладфайд». Вот. Не слышал про него, нет? Нет. Ну, в общем, это такой благотворительный журнал, там, доноры костного мозга. Вот. Я сделал для них... Был, точно, я видел, да, твой портрет. Да, я сделал для них, по-моему, три или четыре автопортретные истории. Три или четыре. Над каждой я работал, прописывал сценарии, там, и так далее, там, даже утверждал в какой-то момент. Вот, расскажи подробнее, как вообще вот это делается? То есть, условно говоря, ну, у тебя есть заказ какой-то, да? Что ты начинаешь делать? Вот, последовательность шагов. Сценарий, не знаю, свет, закупка материалов каких-то. Ну, как это происходит? Ну, для начала я делаю определенный мудборд, разумеется. То есть, как это может быть? Ну, мудборд, это, знаешь, так, ну, знаешь, что такое мудборд. Для кого ты делаешь это? Для себя? Я сделаю это вот для себя. Сначала для себя я могу показать первоначальный мудборд, например, заказчику, а потом уже разработать более детальный мудборд. То есть, это свет, это полностью идеи, сценарии прописанные, ну, и так далее, и сюжеты. То есть, мы садимся, например, с моей супругой и зарисовываем, она делает хорошие скетчи. Я очень хорошо рисую. Удобно иметь такую супругу. Я делаю свои дурацкие скетчи, она делает гораздо свои, гораздо лучшее, которые, в принципе, в тысячу раз лучше фотографии. На самом деле, я больше люблю, конечно, живопись, чем фотографии, но это не важно. И после этого мы все это собираем, расписываем и потом, как бы, то есть я не могу просто прийти на съемочную площадку и думать, давайте что-нибудь снимем. То есть, у меня должен быть полностью детальный план прописан, вплоть до того, где у меня стоит вспышка, где у меня стоит персонаж, ну, и так далее. И вплоть до декораций и тому подобное. То есть, разумеется, это такая детальная проработанная история, чтобы не было такого, то есть ты не можешь там... Никаких неожиданностей. Никаких неожиданностей. Ну, то есть, если у тебя нет четкого плана, ты приходишь на съемочную площадку и думаешь, о боже, я не знаю, что делать. И уходишь. Нет, а у тебя тайминг, понимаешь, ты понимаешь, что у тебя, например, 10 часов съемки, да, например, и тебе нужно сделать три сюжета. И у тебя должен быть еще человек, который стоит и говорит, так, Арсений, мы там уже немножко долго делаем первый сюжет, давай переходим к следующему, менять декорации и так далее. Так, ну, смотри, вот ты вместе с супругой прописал сценарий, что дальше? Все, на самом деле сценарии точно так же прописываются для всех моих персональных проектов, точно так же. Да, что дальше происходит? Все, дальше уже идет реализация. Ну... Визуализация, так называемая. Там же, откуда у тебя столько, не знаю, предметов одежды или еще каких-то странных предметов? То есть, ты начинаешь их искать? Где ты их ищешь? Как ты их ищешь? Слушай, ну, это... Для этого есть или стилисты, которые, например, нанимаются, которые приносят тебе одежду, или ты сам можешь искать одежду, то есть, я не знаю, ты можешь купить одежду, потом ее вернуть. Есть пункты всяких прокатов и так далее. Слушай, одежда — это не такой, не самый сложный момент. Скорее, вот сложные вещи, например, это какие-то локации, наверное, вот такие вещи. Вот где это должно быть? То есть, потому что всегда делать на фоне, вот, например, у меня последняя история, я уже подумал, мне неинтересно сделать всегда на каком-то однородном фоне. Должно быть что-то еще, должна быть какая-то другая история. То есть, ну, больше какие-то киношные вещи, ну, знаешь, чтобы это был какой-то такой киношный сет, как кадр из фильма, знаешь, ну, у меня есть любимый фотограф, который Грегори Грутсон, ну, наверное, знаешь Грегори Грутсона, вот, я не знаю, по-моему, лет... У меня плохо с фамилиями вообще. Вот, ну, у него есть прекрасная серия, называется «Твилайт сумерки», и, слушай, у него одна и та же история, он снимает уже лет 20, по-моему, одну и ту же историю. И это такая, как бы, одноэтажная Америка, ну, фантастический фотограф, вот, надо посмотреть, вот, и когда я его увидел, я подумал, вот это я понимаю, вот это фотография, вот это я понимаю, человек умеет снимать, понимаешь, он, как он работает со съемочной, у него, у него просто съемочная команда, то есть, у него производство каждого кадра стоит, там, в пределе, там, 100 тысяч рублей, 100 тысяч долларов. Сколько твой кадр стоит? Ну, в производстве. В производстве? Ну, слушай, ну, вот, ну, вот, точнее, не знаю, бывает 50 тысяч, бывают такие, как бы, ну, то есть, довольно сложно, если ты с этим, ну, 50, но у меня не очень сложно, то есть, у меня же не такой, как бы, прям, я же не Грегори Грутсон. Так, записывал, 50 тысяч ты потратил, а сколько ты зарабатываешь одним кадром? Ну, нет, если я... Три с половиной? Нет, ну, если я 50 тысяч трачу, то, ну, там, 150 могу попросить. Ага, ну, нормально. Ну, то есть, я вижу, что Арсений все-таки художник больше зарабатывает, чем Арсений журналист. Вот, а для себя я все-таки, вот, как раз сейчас я хочу сделать очень простую, очень дешевую такую фотографию, ну, как ты знаешь, как есть такой снапшот эстетика, когда ты делаешь, ну, там, вспышки в лоб, там, или еще что-нибудь, ну, знаешь, как Юрген Теллер и тому подобное. Долго будешь готовиться к этому простой фотографии? Да, и к этой фотографии тоже, она может быть, знаешь, какая-то подготовка, то есть, ты, как бы, думаешь, ну, то есть, я не хожу, например, по улицам с фотоаппаратом, понимаешь, то есть, я вот думаю, как же это должно быть снять, а потом, как бы, ты можешь сделать какие-то черновики, ну, то есть, просто снять, там, на телефон, а потом уже прийти, там, с каким-то светом, там, или еще что-нибудь. Ну, мне очень нравится декорации делать, есть такие ребята, которые прям делают что-то руками, знаешь, я вот не умею делать руками, если бы я умел, я бы просто делал бы какие-то декорации, как Томас Демант, там, или еще что-нибудь, и вся бы моя студия помещалась бы, там, в туалете, грубо говоря, то есть, это, ты можешь, там, создать целый мир в пределах, там, одного квадратного метра, и это будут, прям, какие-то фантастические истории, понимаешь? То есть, тебя унитаз в музее не дает покоя, ты хочешь все-таки свой унитаз тоже показать? Нет, унитаз в музее ты вообще ничего не делаешь, ты просто приносишь унитаз в музей, или ломаешься, или стол, да. Нет, ну, вот есть же еще такая, как бы, вот эта прямая фотография, ты просто идешь, снимаешь плохую, скучную фотографию, да, тут с тем какого-то, кусок какого-то дома, да, она даже не обладает эстетическими, какими-то достоинствами, там, визуальными, просто ты, это, это очень плохая, дурацкая фотография, которую мог снять любой человек, и, ну, ты ее печатаешь, там, метр на два метра, и она висит, там, в галерее, и все думают, что это уже, как бы, какое-то определенное высказывание. Ну, как она в галерее окажется? Это уже другой момент. А, это важный момент. Это всегда важный момент, да. Вот, слушай, вот я, Михаил Мордасов, я хочу стать артист. Расскажи, как это сделать? Вот, прям, по пунктам. Миша, вначале сделай это, потом это, и в итоге ты стоишь. Ну, а, окей. Ну, для этого ты просто, ты решаешь, например, что я, Михаил Мордасов, художник. Это я уже решил, окей. Так, пункт один заделал. Нет, с этого момента ты уже артист. Можешь даже уже больше... Ну, больше никто не знает об этом. Нет, ты просто, нет, чтобы все знали, ты должен на каждом углу кричать свое имя. Я, Михаил Мордасов, великий артист, великий художник, и это будет значить, что ты артист. И чем больше люди будут знать, что ты артист, они на самом деле не будут особо там вдаваться в подробности, что ты там делаешь, почему ты артист. Неважно. Если ты начал считать тебя артистом, и кричишь это на каждом углу, то, значит, наверное, это твое, как бы, у тебя есть там какая-то там история. Ты кричишь? Я вот не кричу, я страшно вспомню. То есть ты не артист? Похоже, это не мой стиль. Нет, я хочу, чтобы у меня, как бы, знаешь, работали. Чтобы другие кричали. Чтобы другие, да, да. Чтобы другие кричали. А я, наверное, нет. Я как-то, я ничего не такой. Я еще как тот кот из этого мультика, у которого полоски слезли. Не знаю, артист или журналист. Так, внимание. Или журналист. Дорогие слушатели, вам первый раз домашнее задание. Всем написать в фейсбуке или в инстаграме, что Арсений это артист. Чтобы все узнали, что он настоящий артист. Да, да, да. Почему художник круче журналиста? Да не круче он. Не круче он. То есть он не круче? Нет, он не круче журналиста. У каждого своя работа. Почему, например, ты думаешь, что художник это какая-то такая специальная, божественная какая-то субстанция, знаешь, создание такое прям? И только потому, что он художник, он прям какой-то хороший человек. Конечно. Он может быть конченым негодяем. И его работы полное говно, понимаешь? Но кто-то решит... Ну, например, знаешь, есть такой художник Ницше. Ну, Ницше или Ницше. Я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Вот. Ну, там, с произношением. Так что я сразу прошу извиняюсь. Его работы, они чудовищные, понимаешь? Но он уже практикует это свои мистерии. Уйму кучи лет, понимаешь? Вот ему уже лет 90, и все еще он практикует эти свои мистерии. Но вот он артист, понимаешь? Поэтому... Журналист какой-нибудь скромный, да, например, который снимает, там, какие-то военные конфликты, про него никто не знает. Он, может быть, не артист. Но его работа, например, точно так же важна, там, для тех или иных людей. Поэтому, например, мне не нравится, вот это, как бы, знаешь, определение, что артист – это хорошо, а журналистом или просто фотограф – это плохо. Не. Угу. Ты из Австралии? Нет, это просто мне товарищ из Питера, он думает, что... Ты из Австралии? Да, я из Австралии. На самом деле, Арсений, ну, почти из Австралии, да, из Пакистана. Такая же маленькая страна, как Австралия. На самом деле, Австралия большая. Да. Я недавно узнал. Блин. Что тебе еще рассказать такого интересного? Смотрите, на самом деле, у меня вопросы закончились. Извини, у меня есть еще один маленький вопросик. Если у вас есть вопросы, то пишите сейчас, и вы не пожалеете об этом. Да, если нет, то мы тогда расходимся. Я просто иду и гуляю, и пью там в Питере какой-нибудь портвейн, и падаю там в какую-то фонтанку. Все как Артист должен делать. Потому что Артист, он на самом деле, что он делает? Он очень много пьет. Он курит сигареты, он не бережет себя нисколечко. Есть, конечно, такие, знаешь, зожники, которые бегают по утрам, там, знаешь, едят только салатики и рисуют, наверное, препятствия к Артисту. Я, конечно, шучу по поводу этого. Ну, то есть, если есть у нас какие-то вопросы по нашей теме, там, Артист, не Артист, тогда я, конечно, выслушаю. Ну, и твой последний вопрос. На самом деле, ты как депутат тебе задаешь вопрос, а ты отвечаешь на другой вопрос, тот, который ты придумал себе сам. Я вообще ничего себе не придумал. А сколько времени на подготовку и съемку одного портрета? Во! Вот вопрос. Попробуй ответить. Спасибо большое за ответ. О, фу, за... За ответ? Мне кажется, да, все. Ответ уже есть, то есть, да. Мне кажется, сами, вот слушай, или сами должны отвечать на это. Хорошо, значит, на съемку одного портрета уходит по-разному. То есть, от задумки до ее реализации может пройти довольно долгое время. Может быть, например, у меня может быть этот портрет полностью расписан, но сама реализация, она может как-то там лежать. У меня до сих пор лежат, ну, знаешь, там списки, например, фотографий, которые я там должен снять, ну, к той или иной серии. Но они могут по той или иной причине мне лень, мне что-то не идет, мне что-то не нравится. И в целом я могу, например, начать снимать этот портрет и сразу же понять, что, ой, нет, это полная ерунда, это ужасная идея, эта идея была с самого начала полным провалом. Поэтому пока ты не начнешь над этим работать, ты никогда не узнаешь. То есть, ну, в целом, она может быть в сценарии, в скетче, выглядит прекрасно, но в реализации я подумал, блин, у меня уже такого было, очень много таких было фотографий, зачем будет еще одна. Поэтому я отказываюсь. Поэтому это может пройти сколько угодно времени. Будет ли серия про Питер? Не знаю, я вчера снял хорошие фотографии в Питере и уже горжусь. И подумал, вот я собираюсь здесь прожить, наверное, месяц. Аллы Паруса фотографировал? Нет, я остановился в каком-то дешевом отеле, вот, в каком-то дешевом отеле, и у меня потолок надо мной, знаешь, натяжной, был разорван в клочья просто. Я подумал, это выглядит просто то, что надо, то, что как раз, это фотография, сейчас я скорее вот работаю над тем, что я не очень открыт, не очень open-minded, что называется, то есть каким-то новым впечатлением, да, я немножечко еще слишком сфокусирован на прошлой серии, над которой я уже работаю там где-то 3-4 месяца, да, и я вижу все вещи и думаю о каких-то картинках, там, людях и так далее, каким образом я смогу их вписать в свою историю, понимаешь? То есть это плохо на самом деле, то есть мне нужно как бы отойти от этого и начать работать над другой историей, в большом счете. можно же сразу над несколькими проектами работать, но то есть если ты начал что-то делать одно, ты не можешь остановиться, и у тебя, знаешь, как у коня зашторены глаза, и ты думаешь, блин, надо что-то делать, но ты в целом продолжаешь искать конкретные вещи, конкретный сюжет, ну вот как, например, с этим, с потолком, да, например, это здорово, это мне подойдет, а алые паруса мне не подойдут, хотя, может быть, тоже круто, но это как бы не моя история. Когда появится в твоих фотографиях, в твоих работах кто-то, кроме Арсения Несходимого? Вот фотосерия, вот эту safety cards, которую я начал снимать, а как-то тут можно делать такие какие-то кнопочки, сжать? Жми, только не выйди случайно. Ой, нет, ладно, лучше не буду. Слушай, появились новые персонажи, вот, например, я начал, мы сидели три месяца в изоляции в Москве, и как раз я начал снимать вот эту safety cards, и я снимаю практически сейчас 50-50, то есть, ну, может быть, где-то больше, где-то меньше, один портрет себя, один портрет своей супруги, и пытаюсь еще дополнить какие-то натюрморты, как-то так, ну, что-то такая какая-то странная история. То есть стало в два раза больше людей? Нет, я бы сказал, в два раза больше Арсениев Несходимого стали. В любом случае снимаешь любого другого человека, как снимаешь самого себя, то есть ты как бы не можешь вырваться из этого порочного круга, то есть ты все равно как бы сфокусирован на вот этом. А может кто-то прийти к тебе и сказать, слушай, Арсений, мне очень нравятся твои автопортреты, сними меня так же? Ради бога, ради бога. 150 тысяч ей, пожалуйста, да? Ну, почему 150 тысяч? Я сейчас очень низкий ценник, сейчас карантинный ценник, как бы сейчас я работаю, у всех мало, поэтому мы сейчас можем немножко опустить это. Торопитесь, у Арсения есть скидки карантинные. Карантин закончился, но скидки остались. Карантин закончился, но у всех сейчас денег-то нет, поэтому я могу войти в положение и сделать большие скидки. Там чуть выше спрашивали, про Питер будет? А, нет, не про Питер, спрашивали, про фаны. Что за фаны ты используешь? Какие угодно я могу использовать саны. Так как я сидел, например, в квартире 3 месяца, у меня были дома серый, белый, зелёный, бежевый или молочный бежевый, какой-то понч, я не помню, как он называется. У меня было 4 или 5 различных фанов. Ну, кроме того, какие-то ткани и разные фаны, на самом деле, какой бы ты фон ни использовал, он совершенно получается совершенно другим, в зависимости от того, как ты на него светишь. Ну, то есть, я не свечу на фаны, но если ты используешь заполнение от потолка или от камеры, то есть, поэтому это всегда может быть такой неожиданный фон. Да, ответ, это всегда бумажные фаны или тканевые. Арсений, слушай, было очень увлекательно. Я тоже рад, что тебе понравилось. Во-первых, смотрите нас дальше, мы в следующее воскресенье вас снова порадуем интересным гостем. Конечно, это будет не Арсений Нисходимов, а кто-то другой. Я же не могу каждый день одну и ту же говорить. Через неделю. Через неделю, да. Ставьте нам лайки, рассказывайте о нас друзьям. Это был Арсений Нисходимов, который ответил только на один вопрос, на последний, про бумажные или тканевые фаны. Про бумажные фаны, ну это хороший вопрос. Да. На остальные он почему-то отказался отвечать. Вернее, не отказался, а ответил на свои вопросы. Арсений, спасибо тебе большое. Питеру привет, обожаю Питер. Надеюсь, когда-нибудь я тоже попаду в твои автопортреты. Ой, не автопортреты, в твои портреты. Да, слушай, я сейчас вот, кстати, в Питере, я сейчас еще пару слов скажу, я в Питере, пока я в Питере, я на самом деле открыт знакомству и так далее, и, может быть, я хотел бы, знаешь, поснимать какие-то портреты и каких-то, может быть, там, с друзей, с знакомых, они могли бы подойти под какую-то там историю. Слушай, я тебе пришлю одного молодого человека, он красавец. Давай, давай, я вот единственное, не знаю, где, правда, это снимать, у меня вот сейчас нет таких апартаментов, как были в Москве, поэтому я сейчас немножко скован. Вот, но в целом, я думаю, я могу справиться где угодно, так что буду рад знакомиться. Да, ты же говорил, что даже 100-летним. И новым встречам, и новым встречам. Арсений, спасибо большое. Спасибо. Всем пока. Приходите к нам в следующее воскресенье. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok